Доброе утро всем! А у нас сегодня завтрак туриста. Посмотрите, что Света мне готовит. Здесь у нас зажариваются котлетки для бургера. Света для себя жарит мини котлетки. Буду бургерами. Моя любимая меня балует бургерами сегодня, с самого утра. Котлеты, правда, на меня оставила. Говорит, пожарь себе котлеты сам. Я поставила котлеты, а пошла укладывать ребенка. Сейчас булочки поджарим, тогда будем делать. Сжарить будем булочки. Губчики мариновали летом. Закрывали, вернее. Зима пришла, идут хорошо губчики. Что-то мы мало закрыли, когда сегодня зашел подвал. Стремно там, конечно, было. Думаю, чтоб ты уже не ушел на улицу. Зайду, когда еще пришел на доску по улице. Так, шум. Там стремно, конечно, жесть. Так, что ты посчитала мало, а лучики идут очень мало. Уже у нас запасики мало в запасиках. На следующий год надо больше закрыть. Конечно, плюс один ротик еще подрастает. Да, тому ротик нельзя будет. Нельзя еще. Ну, сейчас поджарится. Конечно, было бы идеально, если бы был бы у нас горель. Это намек. Гриля у нас пока нету. Это намек. Пока нету. Пока в сковородке. Немного до золотой корочки поджариваются. И все. Что же там за хрень опять смотришь? Какую-то свою. Супер-мам. Предостало тоже своими сериалами с этими. Так, огурчики мне там нет вообще. Их и так мало на два бургера. Хватит танки. Я жопки. Жопки. А ты лавашки себе будешь делать сыром. Правильно. Написала мне фотограф. Скинет несколько фоточек. Что? Скинет фоточек. Фотограф сказал? Да, она ей написала. Она сказала напиши в телеграм. Я ей написала, она мне ничего не ответила. Предварительно фоточки да сказала скинет. Ну, некоторые скинет. Хоть пару фоточек сказал, пока нет. Обещала, да. Я тебе могу больше скинуть. Я там вчера наснимал. Ой, это подгорело. Одна подгорела. Все, скидывает фотки. О, черная жесть. Ну, будет такая. Запортачила. Загорелась там. Фоточки, она сказала, нам сделают уже все остальные. Перед Новым годом готовы будут. Да, за где-то две недельки она попутает их. Если вам интересно будет посмотреть, пишите, то мы сделаем видео и покажем вам там фоточки. Ну да. Может, мы еще успеем их размечатать в альбом, вклеить. Как видите, у нас не всегда срач. Кстати, как там некоторые писали, что срач, как такое, ешьте сами эти кружки. Понятное дело, что когда готовишь, я не могу постоянно, если оно все одновременно. Во-первых, что готовили кружки и куча была посуды. Понятно, я готовила. Так что, не всегда у нас срач. Им не докажешь. Да. Некоторым. Я никому ничего доказать не буду. Зачем? Кому-то что-то доказывать. Они останутся все равно при своем мнении. Не пускай. Какие-то кокетки маленькие. Ужарились. Их, наверное, чуть-чуть пережарил. 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 У нас такие бухи простенькие. Да. Я не люблю всякие там листья там. Помидоры я не люблю. Свежие. Поэтому делаем обычные быстро приготовляемые бургеры. Кстати, котлеты делали из фарша куриного. Кстати, сегодня я увидела у вас было мясное. Мы покупаем куриный фарш. Вот этот. Он уже по-другому называется. Куриный там появился от голубой, а это уже называется филейный. Ну, я вчера еще покупал куриный вроде бы. А сегодня я уже видела. А, сегодня уже новый. Уже он называется филейный, а куриный уже другой. Похож на свинячий куриный. Да. А это филейный. Какой-то бодяжит начали, да? Куриный. Это филейный. Филейный очень вкусный. Мне нравится капец. Так, вот такие у нас получаются бургеры. Отправляем в микроволоку на минутку. И готово. Сейчас Света будет готовить свои лавашки, любимые с сыром. Ага. Теперь себе лучше. Ты что? Вот так. Сначала всем, которые туда идут. Хотя должна делать нам другое. Сначала себе, а потом себе. Кто такое сказал тебе? Я вот такой. С меня два хватит. Ты выпишешь один лавашку? Нет. Мне бургеров хватит. Мне бургеров два штуки хватит. Да? Конечно. Вот. Главное самое то, что ты это делаешь на тренировке, потому что тем не уведительным. За тебя же переживаю. Неблагодарные. Вот женщины. Ты за них переживаешь, они еще неблагодарные. Еще бубнит потом. Главное, ты переживаешь, потому что в итоге говоришь, что толстый. Я не говорю, что ты толстый. Я говорю, надо заниматься аэробикой дома. Не ходишь? Дома просто нет такой мотивации. Я твоя мотивация. Со мной на пару будем заниматься. О, а ты посмотри сколько тут соли. Сколько там соли? Один шестьдесят семь. Много. Тиму, нельзя. Да ему можно, если там несколько это там не будет. Это на сто грамм столько соли зайти. Ну да, если на сто грамм, то один шестьдесят семь грамм, то ни о чем вообще. Ну, для ребенка, ну, до пятнадцать грамм. До пятнадцать, до... Нет, до полтора грамма это можно соль. Ну, а тут один шестьдесят семь. Вроде бы до полтора. Ну, тут больше. Нет, я ему же не буду давать сто грамм зай. Дело в том, что я хочу просто ему на макарошке потереть. Будет уже скоро мне макарошки потереть. Да, вот ему уже меню взрослый, уже топчет. Еще картошку не пробовал. Пробовал. Пюре-то делал? Да, ты же снимал. А, пюре уже пробовал, я не помню. Но ему не за что. Да. Мандаринки, апельсинки уже пробовал. Мандаринки он любит. Сегодня буду печенку еще готовить. Печенку? Да, куриную. Варить будешь? Угу. Буду в суфле делать с печенки. Боже мой, бедно да ты. Ну, будет печенка просто с маккопкой и с этим на пару. Или запеченым сковородом. Шо, боже, бедно да ты. Ногмально. Такого я буду пробовать, я бы такой не ел бы. Вообще, печенку не люблю. И я не люблю печенку, но ему надо плавать. Ну, может ему понравится. Потому что это мы давали то, что он не любит, но он так стал нормально. Ну да, то, что нам не нравится, это не факт, что ему не понравится. На вкус и цвет. Все фломастеры разные, как говорят. Ну, будет такие котлеты есть, я не ем котлеты. А он топчет котлеты еще и за тысячи киногманы. Котлеты эти, как бургеры? Да. Как бургеры? Ну, я не жарю, но на пару делаю. Ну, на пару не знаю вообще, как у них есть. Жареный, неплохой фарш вот этот мясной в магазине, где мы берем. Ну, я не люблю вообще котлет. Ну, это фарш чистый и как бы он вкусный. Даже не скажешь, что это фарш. Ну, а на котлеты так вообще оно не похоже совсем. То есть, в бургере получается очень вкусно, как биштекс. Очень вкусно, не знаю. Если не знаешь, что это фарш, то не скажешь. Еще пробовали мы делать отбивную, тонко отбивать в бургере. Тоже неплохо, тоже очень вкусно получается. Ну, отбивная все равно твердоватое и все равно чувствуется оно. Не вспомни, как я приготовила во время войны. А твой как такой, ой, а шо это такое за мясо? Такое мясо? Так, вот стало себе жариться лавашки. Сейчас будем включать кофеечек и будем завтракать. Всем приятного аппетита, кто еще не успел позавтракать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны. Ставьте лайк видео. И хорошего семья. А мы с вами прощаемся завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok